Чтобы доказать, что число Рамсия больше какого-то там графика числа Рамсия, вы фактически должны сделать следующую штуку. Вы должны взять полный граф на этой штуке и покрасить его ребра в два цвета. Про каждое ребро принять решение, красить в такой цвет или красить в такой цвет. А вы понимаете, что это ино-крульное? То вероятность того, что вы придумаете какую-то яркую красивую картинку, она абсолютно невозможна. Понимаете, для числа, помните, там у нас три цвета, полный граф на 16 вершинах, сумейте его раскрасить. Замечательно. Даже на 16 вершинах это тяжело, но это можно сделать. А вот раскрасить на N вершинах непонятно как. Так вот, здесь срабатывает совершенно замечательная идея. Мы не будем рассматривать конкретно какой-то граф и говорить, где он его цвет. Мы рассмотрим все графы на N вершинах. И разберем, скажем, сколько их штук. Так, господа, вот мы сегодня это уже обсуждали. Граф на N вершин. Два степеней. Нет, не два степеней. Ни в коем случае. Сколько у него ребер? Так, лично. N вершин. Ребер сколько? Число сочетаний из N кода. То есть, другими словами, N умножить на N минус 1 пополам. Вот столько у него ребер. Потому что N вершин, из каждой вершины выходит N минус 1 ребро. Каждое ребро при этом имеет два конца, поэтому значит пополам. Отлично. Значит, сейчас доказательство будет очень короткое, но оно в идее и в смысле очень важное. Поэтому я прошу вас действительно внимательно сейчас послушать. Это красивое доказательство. Оно действительно очень вручительное. Так вот, сколько всего графов? Всего графов имеется 2 в степени N умножить на N минус 1 пополам. Понятно? Потому что про каждое ребро, а ребер сколько, что ли, надо принять решение. Оно синее или красное? В одном случае синее или красное, в другом случае синее или красное. Надо перемножать это в комбинатуре эти правила произведения. Если у вас есть вот столько вот объектов, каждый из которых 2 варианта дает, то есть всего 2 в такой степени объекта. Итак, всего графов вот столько, что ли. А теперь смотрите, какая идея. Скажите, пожалуйста. В таком графе сколько существует способов выбрать S вершин? Сосочетание и Z по S. Абсолютно верно. Выбрать S вершин можно вот ровно таким способом. По определению. Выбрать S вершин можно числом сочетаний из N по S способами. Отлично. 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 А теперь внимание идет. Когда мы выбрали S вершин, давайте сделаем следующее. Все ребра между ними покрасим в синий цвет, а остальные как угодно. И спросим себя, сколько способов это сделать? Вот мы взяли некоторые конкретные S вершин и покрасили ребра в синий цвет. Сколько способов красит остальные ребра? 2 степени N умножить на N минус 1 пополам минус S умножить на S минус 1 пополам. Согласны? Ребята, сейчас очень важный момент. Я выбрал S вершин, между ними S умножить на S минус 1 пополам ребра. Все остальные ребра я крашу как угодно. Значит количество ребер, которые можно красить, количество ребер, которые можно как-то красить, оно вот ровно такое. Значит таких вариантов вот столько штук. Согласны? Согласна. Теперь учитываю одна вещь. Интересно, а почему я их покрасил в красный цвет? Мог же? Я вот покрасил в синий, а почему я не покрасил в красный? Ответ. Я их мог покрасить в красный цвет. Это мне дает два варианта. Я или все покрасил в синий, а остальные как угодно. Или все покрасил в красный, а остальные как угодно. Замечайте, это столько вариантов. Дальше внимание еще. умножить на число сочетаний из НОС. А теперь, ребята, представьте себе, что вот это число вдруг окажется меньше, чем 2 в степени Н умножить на Н в стадии. Я пока не знаю, почему. Я об этом мечтаю. Представьте себе, что вот такое неравенство верное. Знаете, что такое такое? Я переправил все способы выбрать С вершин из Н имеющихся. Понятно? Остальные лёгра при этом я красил, как попало. Вот написано. Все способы покраски остальные лёгра. Все способы я учёл. И представьте себе, что этих способов меньше, чем всего графов. Знаете, что это будет означать? Есть такой граф, который ни там, ни там, ни там, ни там не встретился. Это значит граф, в котором нет полностью синего или полностью красного графа на этой жизни. Если такое неравенство верно, то в таком случае вот это неравенство тоже абсолютно верно. Понятно? Наоборот, не обязательно. Наоборот, я не знаю. Но вот если такое неравенство выполняется, то такое неравенство тоже обязательно выполняется. Ну, господа, дальше осталось просто чуть-чуть Вот смотрите, видите, здесь два в степени s и 1 по полу. И видите, здесь два в степени и неравенство, так? Значит, я спокойненько могу сделать следующее. Я могу взять это, зачеркнусь, да, и это тоже зачеркнуть. После этого я могу взять умножить обе части на 2 в степени s и с минус 1 по полу. Тогда получится такая штука. 2 умножить на число сочетаний из n по s Я хочу, чтобы было меньше, чем 2 в степени s на s минус 1 по полу. Вот дальше, что называется, надо немножко возиться. То есть, или опять надо вот там писать формулу стильного и все такое, или... Для ускорения, давайте сделаем так. Что такое число сочетаний из n по s? Сло сочетаний из n по s это вообще-то n умножить на n минус 1 на n минус 2 на n минус s плюс 1 и разделить на s в патериал. Согласны? Очевидно, что это меньше, чем n в степени s разделить на s в патериал. Так. Так, 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 так. Так. Значит, если я добьюсь, что вот это число, ну, естественно, умноженное на 2, давайте, умноженное на 2, умножить не проблема, здесь на 2, здесь на 2, да? Если я добьюсь, что вот это число будет меньше, чем 2 в степени s на s минус 1 пополам, то вообще-то все будет сделано. Отлично. Значит, я преспокойненько могу взять и извлечь корень s в степени. Получится следующее. Получится n умножить на корень s в степени из... Это, кстати, 70 единицы. Делить на корень s в степени из s в патериал. А это, вы помните, по формуле стиллинга это примерно s разделить на е. Так вот, если это меньше, чем 2 в степени s минус 1 пополам, то все будет замечательно. Так. Смотрим, что это значит. Господа, повторяю, это примерно s разделить на е. Это значит, что я доказал следующую вещь, что n это величина порядка 2 в степени n s пополам, 2 в степени s пополам умножить на s разделить на е. Вот, если у меня n меньше, ну, примерно такого числа, ну, скажем так, давайте просто s напишу, да, чтобы вот это вот компенсировать, с запасом с большим числом написал. Так вот, если у меня вот такое верно, то в таком случае, ребята, это же здорово, это же здорово. Так, Алексей Сергеевич, а вот в вашем верхнем полном 2 в 0,5 степени сочисления из n по s. Да. Куда делай, почему там просто 2, в степени единицы, а не 2 в степени 1 минус, s на s минус. Смотрите, пожалуйста, я доказал, что число в России больше, чем s умножить на 2 в степени s пополам. На самом деле, конечно, зазор не просто огромный, а при больших s просто фантастически огромный. потому что здесь у вас по большому счету 2 s, а здесь у вас наоборот s пополам, да? То есть это такая вот зазор, которая все увеличивается и увеличивается. И, кстати, в таблице это видно. В таблице видно, что здесь, вот видите, уже от 250 до 540, от 217 до 1031. Понимаете, да? То есть, конечно, зазор совершенно огромный, но заметьте, что это рассуждение было, в общем, вполне красивое и даже очень замечательное. Значит, ребята, на самом деле есть рассуждение, которое называется вероятностный метод в комбинатории, которое очень подробно и очень хорошо рассказывал редко Негородский, но оно дает чуть более точную оценку, на самом деле в корень из двух раз более точную, чем вот это. Но разрешите мне, пожалуйста, сейчас про это не говорить, поскольку лучше, если вы это сами посмотрите, это какая идея? надо просто чуть-чуть поговорить о том, что такое среднее значение случайной величины и, соответственно, тогда все станет проще. Я просто боюсь, что за одно лет этого будет слишком много. Вот тогда все-таки я не помню, сколько, Коль, 2 недели он тогда 2 недели перевернул. Ну да, ну да, в общем, все-таки у него тогда было побольше времени, не за один момент это все делалось, курс полностью выложен, поэтому кому интересно советует, он так и называется, комбинаторика вероятность вероятность, да, вероятность ей, в общем, посмотрите, там действительно все это очень здорово, общую идею, я сейчас вам скажу в двух словах, идея такая, вместо того, чтобы говорить о количестве этих самых раскрасок, можно сказать так, вот у вас есть два в степени n умножить Дайминус один пополам в раскраске. Давайте представим себе, что у вас есть вероятностное пространство. У вас есть вероятностное пространство. Вот у вас есть графная эндершина. Каждое ребро с вероятностью одна-вторая покрашено таким цветом или таким. Соответственно, у вас возникает пространство, в котором два степени, и оно нужно, наверное, на сегодня пополам элементов, равновероятных, да? И дальше вы можете применять стандартные идеи теории вероятности. Говорить о том, что такое среднее значение случайной величины и так далее. Вот это все, если аккуратно посмотреть, то очень даже все здорово получается.